Уважаемые зрители, я бы хотел представить вашему вниманию образ последнего кашево-атамана Запорожской сечи Петра Ивановича Калмешевского. Хотел бы показать всю сложность этого человека и той эпохи, в которой ему довелось жить. Последний кашево-атаман в последней Запорожской сечи был своеобразным итогом всего развития запорожского казачества и той последней фазы, которую символизировал собой Петр Иванович Калмешевский. Личность очень сложная, противоречивая. Обращаясь к его биографии, мы не найдем таких ярких политических событий, которые были связаны с кашево-атаманом Иваном Дмитриевичем Серковым. Не найдем той вереницы битв, противодействия нашествий, таких эпических, той эпической картины, которая была характерна для начала XVIII века и была связана с Гетманом Иваном Мазепой и кашево-атаманом Костем Гордиенко. Петр Иванович Калмешевский в украинской истории отличился не столько как полководец, как подстояло быть кашево-атаману, не столько как политический лидер, сколько как человек, который в последние десятилетия существования Сечи всеми доступными ему способами отстаивал автономию, независимость в возможных пределах запорожского казачества, запорожской Сечи и пытался соответствовать вызовам нового времени, времени модернизации, которая проходила несколько в стороне от Украины. Украина оказалась периферией Российской империи и после того, как попытка освободиться от российской зависимости Гетмана Ивана Мазепы, кашево-атамана Петра Костя Гордиенко увенчалась поражением, украинское общество не развивалось так активно, как во второй половине XVII века. Поэтому время последних запорожской Сечи это было время своего рода увядания, время превращения в что-то другое, то, чем запорожское казачество раньше не было. То есть воины, люди, которые в крайне сложных обстоятельствах создавали свое неповторимое казацкое сообщество, были принуждены жить в совершенно новых условиях, в условиях безопасных границ, в условиях государственной рекламентации, причем чужой государственной рекламентации, той, которая набрасывалась со стороны Российской империи. И в этом чуждом для казацкой вольности регламенте приходилось находить возможность жить полноценной самостоятельной жизнью, автономной в отношении Российской империи, Петру Калнышевскому. В его биографии очень много неясно. Первое упоминание о нем датируется в 1754 году, когда он уже был в преклонном возрасте и занимал должность войскового Исаула. Так получилось, что о Петре Калнышевском украинское сообщество узнало только во второй половине XIX века. Манифест Екатерина II о фидации Запорожской сечи в 1775 году содержал в себе такую фразу, что нет уже больше сечи Запорожской в политическом ее родстве, следовательно, нет и казаков сего имени. Упоминание о Запорожской сечи было запрещено в Российской империи как в литературе, так и в бюрократической документации. И только со середины XIX века появляются первые данные о Петре Калнышевском. И так получилось, что его биография стала известна с последнего периода его жизни, то есть времени, когда он провел заточение в Соловецком монастыре. Украинский этнограф Петр Савич Ефименко сам отбывал наказание в ссылке в Архангельской губернии и, разъезжая по разным служебным надобностям в селе Варзагоры, узнал от местных крестьян, рыбаков о том, что они когда-то видели казацкого атамана на Соловках. Петр Ефименко заинтересовался этим рассказом, посетил Соловки и ознакомился с документацией Соловецкого архива, архива Соловецкого монастыря, нашел могилу Калнышевского, которая была установлена за 10-15 лет перед этим архимандритом Александром. Сам он был родом из Украины, и могила Петра Калнышевского была архимандритом Александром очень четко обозначена. Тогда же была сделана надпись на могильной плите с указанием его вероятного возраста более 110 лет и даты смерти Петра Калнышевского. И так получилось, что мы знаем о жизни этого человека только с конца этой жизни. То есть его биография раскручивалась с конца до начала исследователями, которые позднее интересовались его биографией. А дальше случилось так, что известие о заключении Петра Калнышевского на Соловках сопряглось с развитием украинского национального движения и в образ Петра Калнышевского украинское общественное сознание вошел именно как героя-мученика, который пострадал за все запорожское казачество, за украинское национальное движение и тому подобное. То есть произошла модернизация образа Петра Калнышевского, когда современные для второй половины 19-го, начало 20-го века представления были наложены на его образ. И вот сейчас, когда две православные церкви, конфликтующиеся между собой, украинская православная церковь и церковь Московского патриархата, произвели канонизацию Петра Калнышевского, очень сложно за агеографией, то есть житием святого, увидеть реального человека. Я постараюсь приоткрыть эту завесу реальности и показать его жизнь в максимальной конкретике, как это позволяют мне мои более чем 20-летние исследования этой личности. Итак, рождение его связано с очень туманными представлениями современной науки. Там не указано, что он родился в 1691 году. И, конечно, эта дата ничем не подтверждается. И изучение его биографии, его родосклонных, его родственников указывает на то, что его отец был неместный. И, скорее всего, что отец был переселенец с правобережной Украины, а именно в 1711 году, как мы знаем, произошел массовый сгон жителей правобережной Украины на левый берег Днепра. И, по всей вероятности, отец Петра Калнышевского и Иван Калнышевский был родом с правобережной Украины, из Восточной Подолии и связан был с городом Кальник. Местная топонимика названия речек, местечек и тому подобное содержит такие форманты, созвучные фамилии Калнышевский. Но мы должны иметь в виду, что говорим не о фамилии, а говорим о прозвищах Калныш и Скальника. Вот по материнской линии мы видим местных жителей для левобережной Украины. Речь идет о селе Пустовойтовка, о городе Ромны, Ромен, как тогда произносили. И по материнской линии мы можем рассветить местных жителей имена из Роменщины. Таким образом, что мы можем говорить? Что на начальном этапе своей карьеры он не полагался на именитых родственников, он был очень простого происхождения. Среди его родственников видим казаков-посполитых, мелких торговцев, мещан, священников, но никак не представителей казацкой старщины. А в это время уже в гетманской Украине складывались династии сотника, полковника, только сын сотника мог стать сотником, сын полковника полковником и дальше продвигаться, пытаться через брак или через услуги гетману или российским чиновникам продвинуться по служебной лестнице. И вот в этой специфической ситуации, когда уже Украина не с оружием в руках отстаивала свою независимость, а пыталась, элиты Украины пытались кооптироваться в элиту Российской империи. Так произошло и с гетманом Кириллом Разумовским, с представителем фамилии Кочубеев и многих других. То есть в XVIII век, уже после Мазепинщины, после поражения Полыпа Орлыка, украинская элита в леводережной части Украины совершенно изменилась. Изменилась в сторону того, что накопление богатства, продвижение вверх по бюрократической лестнице Российской империи стало главным мотивом действия этих людей. Итак, Петр Калнышевский не принадлежал к казацкой старшине даже на уровне сотника. Как он появился на Запорожской сече, можно только догадываться из позднейших данных. В частности, что старший брат Петра Калнышевского, Андрей Калныш, был в Запорожском, Ущевском, в Урине очень влиятельным казаком и, скорее всего, он повлиял на становление своего младшего брата. По крайней мере, к памяти Андрея Калныша многие казаки позднее апеллили. Как получилось, что Петр Калнышевский подвинулся вверх по служебной лестнице? Безусловно, что Запорожская сечь периода Новой Сечи была интегрирована определенной мерой в пограничную систему Российской империи и должна была исполнять те функции, которые руководители Российской империи выдвигали для своего пограничья. И первое требование Российской империатрицы еще и Елизаветы Петровны заключалось в том, чтобы запорожские кашуэр-романы были бессменными, беспеременно находились в их власти. То есть российские власти требовали от запорожцев отказа от своих демократических традиций, от ежегодных выборов кашевого атамана и старшины. Второе требование — тотальная бюрократизация управления запорожскими вольностями. Создаются паланковые центры, то есть районные центры Запорожской сечи со своей администрацией, представительством местной власти. Писарь получает невиданную ранее власть. Ранее писарей в своих функциях были очень ограничены. А теперь же войсковой писарь становится второй или третий по значению фигурой на запорожской сечи после кашевого атамана и войскового судьи. И таким образом Петр Ковнышевский в 1756 году, заняв должность войскового судьи, был третьим человеком по влиянию на Запорожье. Дальше его карьера продвигалась вверх, что благодаря тому, что Петр Иванович принимал участие в депутациях в российскую столицу Санкт-Петербург, ознакомился с нравами российской бюрократии. И именно благодаря участию в депутациях в российскую столицу Петр Ковнышевский получил опыт дипломатических отношений, даже не дипломатических, обращения в высших имперских кругах, как именно себя вести с представителями российских властей. Один современник писал о том, что запорожцы в российской столице ведут себя очень нагло, что и российский сенат, и другие учреждения, чиновники этих учреждений крайне шокированы поведением запорожцев, поскольку они себя представляют в виде репрезентантов независимого какого-то объединения, казацкой вольницы, и Российская империя, безусловно, в своем составе содержала, имея подобное образование, была еще не готова укротить нрав запорожцев. Запорожские представители пользовались тем, что российская бюрократия не знала, как быть в Запорожской сече, с одной стороны подступиться к ней, с одной стороны Россия интересовала Запорожье как военная сила в будущих войнах против Турции, и Петр Калнышевский, наблюдая все эти моменты, выработал свою своеобразную тактику, что через запорожские депутации можно очень хорошо воздействовать на представителей российской бюрократии, путем даже подкупа, путем предоставления подарков, и в своей дальнейшей практике, когда в 1762 году он впервые стал пошивым атаманом, он подобную тактику с большой пользой для запорожских сечи применял. Итак, знакомство с представителями высшей российской бюрократии, нахождение наиболее эффективной модели поведения в российской столице, это была совершенно не униженная модель поведения, а довольно-таки представительная, сильная. И запорожцы говорили с позиции силы. Они понимали, что у российских бюрократов нет возможности иначе контролировать свое порубежье, как через казаков запорожских, донских, яицких и прочих. Другое дело, что на Дону еще в конце XVII века выборность войскового атамана прекратилась. Донские казаки жили преимущественно семейной жизнью и были послушны российскому начальству. Жалование войска Донское получало из ближайшего губернского центра, а на Запорожье было по-другому. Жалование получали из столицы. Из-за прерогативы получения жалования из столицы запорожцев очень прочно держались, поскольку для представлений запорожцев на своих вольностях очень много значило, что, минуя имперскую бюрократию, непосредственно общаться с первой персоной государства, с императрицей Елизаветой Петровной, а затем Екатериной Алексеевной, Екатериной Второй. Петр Кунышевский принимал участие в коронации Екатерины Второй, и в дальнейшем пытался с помощью российской бюрократии закрепиться на должности Кашевого Атамана. Ему также было крайне неприятно то, что происходили ежегодные выборы старшины на Запорожской Сече. В это время появляется новая прослойка среди казаков. Это крупные торговцы, торговцы с солью, торговцы скотом, лошадьми. Спрос на запорожских лошадей в Центральной Европе был очень значительный. И интересы многих держав к Крыму и Запорожью в это время значительно усиливаются в связи с тем, что поиск нового дешевого рынка, натуральной продукции значительно повысился. Именно в этот момент прослойка зажимточных казаков, которые уже не терпели прежний быт, связанный с постоянной войной, с постоянными передвижениями, с ежегодной сменяемостью управления. Все эти явления воспринимались уже как устаревшие. Поэтому на Российскую империю смотрели как на средства избавиться от прежних демократических традиций. Именно поэтому значительная прослойка Запорожского казачества была лояльной в отношении Российской империи и нелояльной в отношении так называемой Сиром, которая держалась прежнего демократического архаического плода и выступала за то, чтобы продолжать прежний военный быт и очень негативно относилась к торговым ростовщическим операциям, к премесерным занятиям. И запорожская Сирома была главным наполняющим элементом для гайдаматского движения. И Петр Калнышевский, еще будучи войсковым осолом в 1754 году, был замечен именно как преследователь гайдамака. И преследование гайдамаков стало одной из черт Петра Калнышевского. И вот, казалось бы, лояльной в отношении Российской империи руководитель одного из многих казачьих войск. Но это было особое войско, войско Запорожское, где казаки запорожцы держались в бессемейной жизни. Отсутствие семьи было важным элементом казацкой вольности. Именно бессемейность составляла первоначальное значение слова казак, тот, который не имеет семьи, парок, юнак. Вот, и молодой человек, который еще не обжился семьей, следовательно, не связан кузами брачными, кузами наследства, кузами зависимости от наследственного статуса, обязанностей перед государством. Вот эти все элементы, а именно отсутствие обязанностей перед государством любым, будь то Речь Посполитая или Гетманское государство, либо Российское государство, и составляло черту поведения серома, которое наполняло собой в атаке гайдамаков каждый весенний сезон, и до осени гайдамакиев давали о себе знать на стекло пограничья и дестабилизировали границы Российской Османской империи, а также Речи Посполитой, и составляли очень беспокойный элемент для этих государств. Поэтому перед Петром Калнышевским была поставлена задача искоренить гайдамачество, чем он успешно и занимался. Ну вот произошло противоречие. Противоречие с той же Российской империей в том плане, что с одной стороны Петр Калнышевский, поддерживающий его группировку, должны были ориентироваться на российские власти, как на силу, которая позволяет им быть при своих должностях бессрочно, а с другой стороны происходит формирование Новороссийской Купернии, которое отделило войско Запорожское от Гетманщины. В 1764 году создается целая сеть поселений под централизованным управлением, которая нарушает органическую связь между Запорожьем и остальной Украиной. И если для городовой Украины и Запорожья еще 16 века была характерна та модель, что множество молодых людей весной приходят за пороги Днепра на Запорожскую сечь, занимаются рыбными, зверинными, военными промыслами, а осенью на зиму уходят назад в городовую Украину и воссоединяются со своими семьями. И так происходило течение веков. Привычный уклад был действием еще на тот момент, когда Новая сечь стала превращаться в свою противоположность тем запорожским сечам, которые были ранее. Возникают торгово-ремесленные предместия, возникают купеческие товарищества, в которые были включены и представители запорожской старшины, для которых стало главным занятием торговля, но никак не военное дело. И Петр Калнышевский как раз и был вставленником, даже если не вставленником, то руководителем этой группировки. Его куринь, один из 38 куриней, кущевский куринь, становится главным на Запорожской сече. И казаки кущевского куриня превращаются в главную опору его власти. В большинстве своем кущевский куринь состоял из земляков Петра Калнышевского, то есть выходцев из Роменщины. Роменщина, которая включала в себя территорию посолья и сел, расположенных тесной вереницей вдоль реки Сулла. И именно земляцкие связи были одной из опор власти Петра Калнышевского. И так возникает Новороссийская губерния. И от имени Новороссийской губернии происходит заселение тех районов Украины, которые находились между Запорожьем и Гетманской Украиной. И Петр Калнышевский в этот момент начинает свою колонизационную политику, которая противоречила колонизации так называемого Новороссийского края. И начинаются поземельные споры. Новороссийская губерния захватила несколько районов Запорожья. Всеми возможными способами через депутацию в Санкт-Петербург Петр Калнышевский оспаривает эти захваты. Когда же это оспаривание не работает, то входят в силу давние привычные методы, действия на пробежной Украине. Казаки сами производят сгон администрации, расстраивают помещичьи, хозяйства, поселян выводят на свои территории и начинают создавать свои села. Таким образом, при Петре Калнышевском происходит массовое колонизационное движение, которое превращает Запорожье из казачьей, казацкой вольницы с сезонной эксплуатацией убогий над стабильно заселенную и стабильно управляемую территорию. Формируется сельское пространство. Паланковые центры превращаются в городские центры. Возникает сельская и городская структура, формируется уже полноценный для Украины тип поселений сельская округа и городской центр. То есть Запорожье превращается из степного порубежья сезонно эксплуатируемого в какую-то стабильно заселенную часть. И как обратила внимание украинский следователь Наталья Аполлонская Василенко, что во время так называемых сгонов населения погранича Новороссийской губернии и Запорожья запорожцы прежде всего выводили на свою территорию украинских селян, крестьян и оставляли стороне заселенные русскоязычным или русским населением деревни. Потому что это население не было готово включаться в тот стиль жизни, который был характерен для казацкой Украины. Таким образом, вместо Новороссии формируется продолжение той самой казацкой Украины, для ликвидации которого этого стиля жизни российские власти поменяли, начиная с 1764 года, очень последовательные усилия. И вместо Новороссии возникает продолжение Украины. И Петр Ковнышевский из фигуры вполне лояльный, послушный и включенный в российский административный ремонт, вдруг превращается в очень сложного, строптивого и неудобного руководителя степного порубежья. Во время Роско-Турецкой войны 1768-1774 годов Петр Ковнышевский проявил себя как довольно хороший военный организатор, хотя особым полководческим талантом ему негде было себя показать. Запорожцы отдельными частями принимали участие в разных военных операциях как первой, так и второй российской армии. В частности, очень хорошо проявили себя во время первой оккупации Крыма в 1771 году. И, безусловно, заслуги запорожской сечи, запорожских казаков перед Российской империей в войне против Турции были очень высокими. Но вот случилось так, что война заканчивается, границы отодвигаются, начинается реформирование войска Донского и возникает вопрос, что делать с Запорожьем. Запорожься весной 1775 года отправляют свою депутацию в Петербург и в это время выдвиженец командующего 1-й российской армии Петра Мянцева Григорий Александрович Потемкин становится фаворитом Гринина II и ему поручено решить судьбу войска Донского и войска Запорожского. Непосредственно ликвидацию запорожских сечей поручили генерал-поручику Петру Авраамовича Текелия, который был сам выходец из Балкан, из балканских граничар. Что-то очень похожее на запорожское казачество было на Балканах под властью австрийского императора. И Петр Текелия произвел арест без сопротивления запорожской старшины. Дальше арестован Петра Калмешевского в сопроводили в Москву в контору государственной военной коллегии, который непосредственно управлял Григорий Потемкин. И вот что самое интересное, что Григорий Потемкин был главным заинтересованным лицом в ликвидации запорожской сечи по той простой причине, что он был руководителем Новороссийской губернии. И поглощение Запорожья за счет Новороссийской губернии и сопредельной с нею Азовской губернии, которую руководил Ставленник Потемкина, было главным мотивом. Были и противники ликвидации Сечи среди российского административного эстеблишмента. Прежде всего, руководитель коллегии иностранных дел Никита Панин был незаинтересован ликвидации запорожской Сечи и старался противодействовать Потемкину. Но оставим в стороне внутреннее противоречие российских элит. Обратим внимание только на то, что ликвидация запорожской Сечи вовсе не была имперской необходимостью. Скорее всего, было связано с очень сложным комплексом обстоятельств, завязанных на личности Григория Потемкина и его специфических отношений с Екатериной Второй. И вот год пробыв в конторе военной коллегии, Петр Кавнышевский отправляется с обозом его большого довольно-таки имущества в Соловецкий монастырь, где он находится в заключении в разных местах до 1801 года, то есть до времени коронации императора Александра I, который якобы возвращаясь к политике своей предшественницы и бабушке Екатериной Второй, производит амнистию и освобождает Петра Кавнышевского из заключения. Я хотел бы обратить внимание на то, что Петр Кавнышевский, находясь в заключении, был прежде всего персоной высокого статуса, и условия заключения соответствовали его высокому статусу. Он не находился в земляной яме, как это можно прочитать в популярной литературе. Он находился в обычной монашьей келье. Имущество, которое он взял с собой, отличалось определенной роскошью. Ему позволили взять и дорогие шубы, и кафтаны, и прочее убранство. Получал он по рублю в день содержания 360 с лишним рублей в году, в то время как содержание простого монаха стоило 9 рублей в году. Мог позволить себе хороший стол, хорошие условия непосредственно проживания, но все-таки это было тюремное заточение и изоляция его от Украины. Поэтому он как лицо, символизирующее последний этап существования запорожского казачества, ликвидированного имперской российской властью. В таком образе и вошел украинское национальное самосознание и безусловно в таком образе будет происходить культивация его представлений о нем и в дальнейшем. Но за всем этим мы должны видеть реального человека и понимать то, что Петр Калнышевский жил в донациональную эпоху, а уже его трансформация образа героя-мученика произошла тогда, когда украинское национальное движение и украинское национальное самосознание довольно сильно развились. И это развитие как раз предполагает то, что историческая память безусловно будет держать Петра Калнышевского как очень заметного представителя украинской истории. И главное понимать смысл, чем же так оценен для Украины Петр Калнышевский. Оценен он прежде всего тем, что с ним связана интеграция причерноморских степей в украинское этническое пространство. С его деятельностью связано то, что это пространство не стало органической Новороссией, не стало органической части Новороссийской губернии, а затем и непосредственно этнической территорией так называемой России, как это произошло с войском донским и яицким казачеством, когда разнородные элементы, соединенные в яицком, донском или гребенском казачьих войсках превратились в русское население. За ворожьем так не произошло. И вероятно, что противодействие такому превращению производилось за счет той тонкой дипломатической и административной игры, которую проводил Петр Ковнышевский, обеспечив колонизацию запорожских вольностей украинским крестьянским и мелким казачьим элементам, а в дальнейшем и колонизацию всех причерноморских степей уже после ликвидации Запорожской Сечи колонизационные потоки украинского населения были настолько мощными, что они оказались сильнее, чем колонизация, производимая российскими государственными органами. Поэтому Петр Ковнышевский и Южная Украина находятся в непосредственной символической связи, и именно благодаря Ковнышевскому мы имеем юг Украины, а не Новороссию. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...